Здравствуйте! В эфире «Спортивная линия». С вами Евгений Ракин. В Ухте стартовался российский турнир по боксу в памяти участника Олимпийских игр Эдуарда Захарова. За четыре дня на ринге пройдут десятки зрелищных боев. В прошлом году золото весовой категории самого Захарова уехало в Усинск. Борцы из Дагестана, Чечни и Осетии стали основными соперниками наших спортсменов в финальных сватках на домашнем ковре. На Всероссийском мемориале по вольной борьбе в памяти заслуженного мастера спорта Владимира Паршукова сборная Коми заработала три золотые медали. Удача улыбнулась нашим борцам в последний день соревнований. Первыми стали сыктывкарцы Олег Решетников и Юсуф Муталеев и интенский спортсмен Камал Меджидов. А вот золото в весовой категории, в которой выступал Владимир Паршуков, в этом году досталось дагестанскому вольнику. По словам главного суди Вячеслава Барта, первый день турнира тоже запомнился яркими схватками. В принципе, все четыре веса, очень такие жесткие были финалы, но лично мне запомнился финал весовой категории до 66 килограмм. Ну, там неплохой мастер боролся с Чуваши и наш молодой парень. Хорошая была схватка весовой категории до 66, ну и 55 килограмм там тоже замечательный был финал. На этом турнире в спорных случаях судьи не раз применяли систему видеозаписи схваток. Камера точно фиксировала нарушения правил и приемы, которые использовали борцы. И после таких контрольных просмотров спортсменам выставляли точные баллы. И сегодня нам стало известно, что два борца из коми Алексей Пушкин и Егор Королев включены в состав юношеской сборной России. Поздравляем спортсменов и их тренеров. В воскресенье в Сыктывкаре финишировало первенство Северо-Запада по баскетболу. Несмотря на географию, в списке команд были и москвичи. Они-то и стали головной болью остальных участников. Тягаться со столичной командой регионом было тяжело не только в техническом плане. За Москву всегда играют высокие игроки. И порой соперникам их просто сложно обыграть. Как и в прошлом году, москвичи не проиграли ни одной встречи. В рамках этого первенства Северо-Запада по баскетболу наша ухтинская команда провела пять игр. Ухтинская команда, она наполовину составлена из команд из игроков младшего возраста, 99-го года. Поэтому им тяжело, будем говорить, борется. Но Галина Сергеевна очень хорошо с ними работает. Видно, хорошая с ними подготовка техническая, тактическая. Я думаю, что за ними еще и будущее. Это только начало. В итоге ухтинские баскетболисты замкнули турнирную таблицу первенства Северо-Запада по баскетболу. Гости из Вологды вырвали победу уинтинского 20-го века. Межрегиональный турнир по хоккею «Шайба среди ветеранов» вообще был полон спортивных сюрпризов. Команды были настолько ровные, а сам хоккей агрессивный, что прогнозировать исход матчей никто не брался. Самыми жаркими на этом ветеранском турнире стали матчи между хозяевами площадки и гостями из Ухты и Вологды. Составы интинского 20-го века и Ухтинского хоккейного клуба имени Сергея Кольцова по опыту примерно одинаковые. Но все-таки на льду удача чаще улыбалась приполярным хоккеистам. Хотя гости, если и проигрывали, то с минимальной разницей. Ветеранский хоккей тем и ценен, что практически все силы равны. Только кто, будем говорить так, поживее, понастойчивее, тот и победит. Но все-таки фаворитами турнира, я считаю, две команды – Инты и Ухты. А вот в Вологодской команде победа досталась нелегко. Первые периоды финальной встречи остались за интинцами. Но в конце гости собрались, вырвались вперед и пробили решающий гол. Сыктывкарские роллеры встали на коньки. Ни в межсезонье, ни зимой столичные экстремалы не теряют времени. Все то, что можно делать на асфальте, можно делать и на льду. И даже больше, уверяют они. Ванфуд, крис-кросс, грэпфан – все это на сленге роллера означает движение ног и делать вот такие элементы, как оказывается, можно и на коньках. Да и скользить по льду проще, говорят спортсмены. Для первых зимних соревнований трассу выбирают самую простую. Асы опробуют дистанцию и тут же дают коллегам дельные советы. Обходить как на скоростном поле высокими другами, большими. И вы выиграете на много времени. Официально свой клуб «Столичные роллеры» зарегистрировали чуть меньше месяца назад. Сегодня здесь больше ста участников. Аня Сидельникова – сама юная экстремалка. На коньках и на роликах стоит уверенно не первый сезон. И с улыбкой вспоминает, как все начиналось. Лед такой шуршавый, и я не могла через бугорки прокатиться. Юная покорительница льда уже точно знает, что попросит у Деда Мороза – новые оранжевые коньки. Остальные спортсмены мечтают о современном крытом ралли-дроме. Это сейчас они катаются на конькобежном стадионе. А летом место дислокации – площадка в Кировском парке. По словам спортсменов, асфальт там не очень. Очень хорошо, что появился крытый каток. То есть межсезонье наше – это несколько месяцев. Кантуемся там и потом сюда, на лед. Встать на ролики спортсмены смогут не раньше мая, но готовы отрабатывать элементы и на льду. Вот дуэт Алексея и Федора. Название этому трюку они еще не придумали, но секретом поделились. Самое сложное, наверное, не задеть моего товарища коньками по голове или по другим частям тела, чтобы он нормально доехал, живой. Ну, а с моей точки зрения самое сложное – это рассчитать скорость. Он мог через меня перепрыгнуть, а я перед ним в этот момент не начал вставать. По словам экстремалов, в этом году именно здесь, на конькобежном стадионе, залили самый хороший лед. Поэтому кататься на больших скоростях можно будет без проблем для здоровья. В селе Иб наследники первых богатыря метали топоры, строили чумы, прыгали через нарты. Праздник традиционных спортивных забав коми народа собрал 8 команд. Профессиональных спортсменов в составах не было, но страсти в финногорском метропарке кипели олимпийские. Команда из Инты – серьезный соперник. Ребята, конечно, не потомственные оленеводы, но для победы у них есть главное – скорость, сила и упорство. Наши ребята ездили на Печорские такие игры, которые тоже там и метание тензея на хорей было, где-то национальные виды спорта. Ну, как бы один раз только ездили. Это у нас второй такой выезд. В Ижемской команде настоящие мастера. Они выступали в Ямало-Ненецком автономном округе, Нижнем Новгороде, а месяц назад вернулись в соревнования по национальным видам спорта в Москве. На этом фестивале «Наследники первых богатыря» ижемцы покажут мастер-класс по метанию тензиана. Чтобы получилось, надо правильно кидать. Как в волейболе бьют, так же правильно ударить. Так же нужно правильно раскинуть и повыше кидать. На соревнованиях кидаем по ветру. Так легче. Это первые республиканские национальные игры среди молодежи. Видимо, поэтому уровень подготовки участников пока невысокий. Да и судьи – студенты педколледжа имени Куратова. Впрочем, главный рефери Михаил Артеев уверен – все впереди. Если будут дальше продвигать эти соревнования, это будет очень хорошо. И хотелось бы, чтобы их проводили ежегодно, например, в Сыктывкаре. А лучше в разных районах, чтобы участников было больше. Наследники первых богатыря будут прыгать через нарты и покажут силу и скорость в эстафете охотничья тропа. Улучшить личный результат и установить новые рекорды смогли юные пловцы из Коми и Архангельской области на последнем республиканском первенстве. Не обошлось без дисквалификаций. И чаще всего из-за фальстартов. Причем правила нарушали не только новички, но и опытные спортсмены. Сказывалось волнение. Еще бы, ведь стартовали больше сотни пловцов. 46 заплывов только в финальный день соревнований. 100-метровка вольным стилем стала самой массовой. Для Евгении Поповой это четвертый старт в сезоне. Усинская спортсменка уже успела стать бронзовым призером российского первенства. Здесь, в Сыктывкаре, пловчиха лидировала в четырех дисциплинах. В Сыктывкаре, Воркутау, Ухтау, Синск, Коряжма. Все эти команды выставили достаточно ровный состав, говорят организаторы. В каждом стиле были свои фавориты. К примеру, гости из Архангельской области не оставили шансов нашим спортсменам на двухсотке брасом. 3.08. Результат Татьяны Ситиной. По словам коряжемской пловчихи, свой личный рекорд она улучшила на две секунды. Очень тяжело плыть батом. Нужно все вольт. По эстафете вольным стилем первой финишировала сборная коряжемы. В комбинированной эстафете равных не было усинским спортсменам. А вот в индивидуальных заплывах в лидеры вывелись сахтывкарские пловцы. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Оставайтесь с Юрганом и дружите со спортом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин